Познакомиться с народными сказками и песнями, да ещё услышать, как их исполняют на древнейшем русском инструменте, посчастливилась ученикам из 43-й школы Станицы Северской. К ним в гости пришла поэтесса, писатель и музыкант Анна Зарецкая. Вместе с гостей ребята сделали бумажного журавлика, вспомнили признаки весны и вешних птиц, узнали много нового о древних приметах и обрядах. Поэтесса прочитала несколько своих стихотворений из недавно выпущенной книги «Давай-ка обниматься». В основном тема моих произведений – это семья, это природа, это любовь, то есть это все те качества, которые формируют человечность. Но это не только детское творчество, это и взрослое творчество, и всякие темы, которые нас волнуют. В принципе, мне нравится обо всём писать и развиваться, точно так же и песни взрослые, то есть моё творчество, оно многогранно. Но так как я сама мама, и большую часть моей жизни занимают дети, то, конечно, моё творчество ориентировано на детей, и мне легче с ними работать и давать это. Ребята смогли не только увидеть, но и услышать один из древнейших струнных инструментов – гусли, которые поэтесса принесла с собой. Авторская сказка, которую она рассказала детям, как в старые времена, сопровождалась гусельными переборами. Не обошлось и без народных казачьих песен. Их ребята из Северского района отлично знают, поэтому дружно подпевали гости. К слову сказать, в творческом процессе участвует вся семья Зарецких. Вместе они выступают под названием «Ансамбль Бряцалы», участвуют в различных концертах и творческих мероприятиях. Несколько лет назад Анне с дочкой даже удалось попасть на шоу «Поле чудес» и выиграть там автомобиль, а также выступить с авторской песней. Сама мама четверых детей поэтесса не понаслышке знает, как важно не только физическое, но и духовное развитие. Именно дети вдохновили её попробовать проводить в школах познавательные классные встречи. Тем более по профессии Анна – педагог-психолог. Я вижу, как детям не хватает сейчас вот этой, можно сказать, духовности, красоты. Я с этим пришла, увидела отклик от детей, от руководства и очень рада, что, может быть, мы дальше будем продолжать такие занятия на другие темы, потому что в природе всего столько, да, и мы должны это замечать. Ребята остались от урока в полном восторге и поблагодарили гостью за интересную встречу.